Анатолий Лакиза живет в этой квартире более 40 лет. Мужчина прикован к постели, поэтому всю домашнюю работу ему помогают делать соседи и родственники. Говорит, трещины в стенах начали появляться 5 лет назад. Тогда пришлось засовывать бумагу в дыры, чтобы сохранить тепло в комнате. Соседи, да, они не дадут мне соврать. Вот ремонт, что, сами собрались, делаем за свой счет ремонт. Трещины какие, дом валится. Ватой все позатыкал, вот один матрас распорол и ватой заткнул. В этом доме проживает 10 семей. Люди уверяют, что ежегодно тратят тысячи гривен на ремонт. Побоялся балкон делать. Делал ремонт, побоялся. Разобрал, у вас плита висит. Просто страшно выходить на эту сторону, на балкон. И в зале, и в кухне, везде было полопано тоже щели. Такие щели были, стенка подходила. Вот в этом году мы делали ремонт. У нас с той стороны, где треснула стена, рама лопнула. В этом доме последний раз сделали капитальный ремонт 20 лет назад. Сейчас по всему периметру здания образовались трещины, стены обваливаются. После многократных обращений жителей в разные инстанции дом признали аварийным. Его передали на баланс частной строительной организации. В дирекции же утверждают, что о проблеме людей слышат впервые. У меня больше половины дома в аварийном состоянии. Если это работа текущего ремонта, тогда буду. Если капитального, тогда я не имею права. В ближайшее время этот дом ожидает новое обследование, рассказывают коммунальщики. Только после этого они смогут решить, будет ли ремонтироваться жилое здание. Сроки же проверки пока не установлены. Инга Лапикова, Владимир Ребриков, Панорама.